всем привет добро пожаловать на канал спортивного питания тема сегодняшнего видео что же лучше протеин или же креатин очень часто задаваемый вопрос на самом-то деле я понимаю конечно же то что товарищи есть которые разбираются в этом как бы всем и скажут нашел чем сравнивать там грабли с лопатой ну или же какие-то разные вещи скажем так но есть товарищи которые не разбираются и собственно для них как раз этот ролик и сделан поэтому чтобы товарищи новички не задавали подобные вопросы там магазинах спортивного питания а уже знали по факту что им нужно для этого и делается собственно этот видеоролик большинство ребят подобный вопрос задает от незнания скажем так эффекта данных добавок и нежелание соответственно на самому как-то изучить материал или второй вариант ребята которые скажем так читали пытались разобраться вроде бы что-то понятно но все же они не могут себе скажем так выбрать нужную добавку в их ситуации поэтому есть такой способ замечательный для чего скажем так если вы хотите какую-то добавку приобрести сначала нужно разобраться зачем что вы хотите получить от нее или вообще что вам нужно в там спорте данном направлении например вы хотите скажем так повысить силовые показатели вы там допустим арбреслер или же там лифтер которым нужно в принципе весе своем остаться в своей весовой категории но вы хотите силовые показатели повысить ну для примера именно собственно по части силы конечно же будет выигрывать креатин собственно вот здесь что лучше креатин или протеина для силовых показателей тут как бы выигрывает креатин однозначно единственный момент если массу нужно поднабрать то и протеин также не помешает особенно если его дефицит в рационе то есть возможно уже прием и того и того но все же доминирующая конечно же будет положение занимать креатин вторая ситуация новичок пришел в зал и не знаю что же ему взять потом креатин или протеин ребята все пьют там знакомые креатин и все как бы довольны там не знаю студенты грубо говоря и цена адекватная более на креатин дешевле на порядок чем этому протеина потому что там 300 грамм баночки креатина без фазы загрузки хватает на полтора месяца потом перерывчик собственно расход минимальный по ценовой политики и самого продукта минимальный конечно же а у протеина расход будет там килограмм два на месяц собственно и это кусается и уже как бы ребята многие начинают даже с креатина не берут там для во внимание там рацион ничего а просто пьют креатин типа лучше и все и дешевле если вот такая допустим ситуацию новичок которому нужно выбрать креатин или протеин и цель его там набор мышечной массы им только в зал пошел я бы не советовал брать креатина взять допустим лучше протеин конечно же потому что если это новичок то собственно там не техники выполнения упражнений нет ничего какие там силовые показатели ему она как бы и принципе не нужно на первых этапах более того я думаю у него не сбалансирован рацион по белкам поэтому протеин если он что-то хочет взять это протеин а вообще бы посоветовал новичку там взять и витаминки и протеин и в первую самую-самую очередь главную вещь это сбалансировать рацион свой то есть нормально питаться нормально там спать и потом уже какие-то добавки протеин креатин и так далее но в данном случае если новичок то протеин конечно поэтому вот для новичка что взять протеин или креатин именно который только-только в зал пошел я бы взял протеин ну и третий вариант например что лучше протеин или креатин для там восстановления энергии вот допустим есть бегуны как вы думаете они принимают что-то из этого и ответ да они принимают да и зачастую при подготовке там это и спринтера и марафонцы и креатин и и протеин и и допустим но это я говорю за соревновательные классы которые там высокого уровня не просто марафон которые пробежали там какого-то супермаркета от и бенизна воров что-то организовал пробежали раз в год и так далее то есть это именно профессионалы которые постоянно тренируются там целый год но они понимают что им допустим нужна небольшая мышечная масса потому что у них горит и если у них дефицит белка они принимают протеин как ни странно то есть им протеин также нужен потому что если мышц не будет то есть собственно и нечему будет работать по факту ну и более того когда они уже готовятся к соревнованиями нужно восстанавливаться то есть они с помощью белков тех же восстанавливается с помощью аминокислот пускай это небольшие дозировки не пять порций в день но все равно белок у них в рационе присутствуют по креатину та же история единственный момент то что разные виды спорта выбирает под себя определенную допустим обработку креатина там моногидрат или же креал к лайн там который даст прибавку массе за счет затяжки воды который не дает допустим креал к лайн то есть уже каждый индивидуально под себя подбирает но в плане вот допустим энергии там восстановление энергетического потенциала креатин очень конечно же имеет большую роль поэтому в данном случае для выносливости я думаю конечно же занимает в первую очередь креатин энергии выносливости но если в плане восстановления добавки обе важны если у вас есть возможность принимать их желательно этот этот в рационе иметь потому что вас для восстановления нужен и креатин и аминки и белки и поэтому подведя итог ролику что лучше протеин или креатин вы должны сна сначала ставить для чего для какой цели для какого вида спорта то есть есть масса факторов которые будут скажем так уже решать тому то именно на я добавка вам нужно в определенный интервал времени потому что нельзя эти добавки именно глобально сравнивать я думаю вы в принципе получили достаточно примеров новички я думаю сделает правильный выбор кто на силу работает также пойму для чего и кто для энергии там выносливости также поймут то что им нужен больше там креатин для выносливости вообще в идеале конечно же там боталанит цитрулин то что будет лактат убирать тут уже как бы отдельная тема поэтому на этом и остановимся всем спасибо за просмотр до свидания